Привет! У нас с моим другом не программисты вообще, мы рекламщики. Я критерный директор, он арт-директор. Мы не умеем программировать, но хорошо разбираемся в том, чем отличается хорошая идея от плохой. И наша профессия заниматься растутками. Мы знаем все о том, как продвигать и растучивать. Вы знаете, как вас зовут? А вы знаете, как вас зовут? Да. А мы нет. А, извините, пожалуйста. Я зовут Егор Тарьков, это мой друг и Николай Тарьков. У нас есть две идеи для этого хикатона. Первая называется Wild Alarm. Она подоговорительная. В мире осталось в дикой природе всего 2000 тигров. И в среднем каждые три дня программируют два тигра. И есть такой фонд, называется WWF. Всемирный фонд дикой природы. Вы знаете, был логотип спанк. Который существует программы по спасению тигров в дикой природе. Девиз состоит в том, что он сделает интерактивный пудильник. Визуально это выглядит как красивый, меняющийся четыре раза в сутки пейзаж с зундами анимированный. В котором живет тигр и другие животные, которые сейчас исчезают. Когда юзер скачивает ап, у него есть три дня для того, чтобы либо совершить пожертвование пользователя тигра, либо другого животного. И тогда он получает в награду на свой пудильник голос этого животного. Либо, если у него нет денег, он может расширить информацию в фейсбук или в твиттере, и кто-то из его друзей совершает пожертвование. Если юзер ничего не делает в течение трех дней, приходит браконьеры и убивает тигра. И мы думаем, что это будет хорошим поводом для пиара предложения, потому что это неожиданный ход и неожиданно твораться будет. У нас готово для этих тап все, кроме программской стороны нам нужные сроки. У нас есть готовые фана, очень красиво отрисованные, всем очень нравится. У нас есть порядка десяти анимаций, в среднем две секунды длительностью спрайты. Поэтому нам нужен человек, который работает со спрайтами и знает, что с ними делать. Собственно, у нас девяносто процентов материалов, которые нужны, готовы. И я думаю, что с такой продвиженной идеей очень высокие шансы будут на победу в катоне. И вторая история называется PANBUS. Делается в твиттере евро, но не придаст она, конечно, никакого цену евро. Смысл в том, что это гео-ауор чат. Я что-то не доделал? Гео-ауор чат. Во всем мире очень много спортивных фанатов. Противников футбол это может быть и бокс, и ММА, и баскетпол, и хоккей. И у них есть какой-то общий интерес. Это их любовь к команде. Смысл в том, что когда вы выбираете свою страну и команду, определяется ваше местоположение, и вы видите две вещи. Первое, вы можете посмотреть, кто из фанатов вашей команды находится в одном с вами городе, на каком-то расстоянии от вас, и договориться выпить пиво, или устроить проход, или устроить драку, что угодно. Или вы можете пообщаться в чате с этими людьми. Собственно, проба состоит из двух компонентов. Это чат, тоже в масштабах города, где вы находитесь, и наслаждение фанатов, которые находятся в одном городе с вами. Особенно удобно для тех, кто приезжает поддержать команду в другую страну, потому что приезжает очень много людей, но они связаны одним интересом, но друг с другом они не знакомы, они не знают друг друга. И, конечно, каждому на чурпине, возможно, было бы приятно выпить пиво с земляками, которые тоже приехали поддержать эту же команду, и благодаря этой аппу они могут собраться и это сделать. По ней у нас тоже готово все, есть все интерфейсы, не хватает только программерам, чтобы сделать продукт. Спасибо. Вопрос, можно? Конечно. Как вы хотите решить проблему антигероя? Антигероя в чем? Ну, я смогу найти параллель, можно сказать, что другое. Так это и хорошо. А, для этого есть личные сообщения, если вы знаете кого-то и хотите договориться секретом от остальных, для этого есть личные сообщения. Да, но если вы ультра, то скорее всего вы друг друга знаете, и вы можете отправлять друг другу личные сообщения, а не писать публично в общий чат. Общий чат для обычных болельщиков, для нормальных бюлгеров, которые приехали просто посидеть на трипунах, поддержать свою команду. тигр. Да, ультра отдельная тема. Еще есть вопросы? Ультра с отдельной темой. Да, ультра с отдельной темой. Но я знаю, что я там создавались. Только что у нас с тигром. А с тигром в чем проблема? Ну, у вашей проблемы антигероя. Ставишь, смотришь, как ты в глазах. Да. Если ты пережил пожертвования или расширил в фейсбук или в твиттере, то все нормально. Игры у тебя продолжают жить. Если ты ничего не предпринял, чтобы его спасти, все по-настоящему приходит. Брагомер выбивает игру. То есть на земле окном он работает? Да. Ну как для реальности. Да. Это не игра, это не условная вещь, это не пэтс. Оно выглядит просто как окно в дикую природу. Вот. А, нет. Их убивают, например, не все убивают. Например, птиц баконьеры не убивают. Птицы исчезают просто потому, что исключается их среда питания. Мы планируем эту идею развивать, если у вас это получится. То есть убивать птиц? Нет, нет, нет. Вы можете расширять функционал своего будильника, докупая других животных, получая титул за роли будильника. В случае с тигром вы получаете его сразу. Когда у вас в район будильник, у вас просто звучащие приходят из рук и к вам тигр и мчит. Вы должны его подладить, чтобы он заткнулся. И птицы умирают? Нет, птицы не умирают. Умирают барканьеры? Получается главным персонажем, на котором мы строим всю систему. Остальные животные птицы, дополнительные персонажи, а здесь ничего не происходит. Просто вы можете их докупать и приступить расширять, добавляют другие хэбитады, другие среда питания. Океан, Северный полюс, пустыня и обычную тару на живот. А тигра можно годовать браканьерами? Тигра можно браканьерами годовать? Не, можно годовать тигра браканьерами? Пока нет, мы можем работать. Ребята, смотрите, какая замечательная идея. Сколько сразу подсказок и развития. Думаете, кто присоединится? У нас с собой есть материалы, чтобы показать, как все это выглядит. Составит программу, составит команду. Движемся дальше. У вас время на создание команды, на очень интересную тему. Я со своей стороны подтверждаю, что, например, на том же глобальном конкурсе она имеет хорошие шансы, потому что тема очень, ну, очень такая покупаемая. Спасибо большое. Есть еще какой-то нюанс, что сейчас WWF для того, чтобы стимулировать людей жертвовать, которые пытаются им что-то дарить при пожертвовании. Но дарят они совершенно скучные вещи, типа мягкой игрушки, которую вы можете просто поставить на полку, или того хуже диплом в рамочке, там. Вы просто дарили, ну вот фотография дарил, и спасибо, что вы жертвовали. Нам кажется, что просто вышли на 21 веке, и гораздо прикольнее людям дарить за их пожертвование интерактивную, интересную вещь, которая при этом имеет профессионал, это прикольнее, чем мягкая игрушка, которая будет в полке или диплом. Ребята, очень интересно рассказали. Спасибо. И у нас есть все контакты WWF. Мы с ними можем договориться, чтобы повесить эту вещь. У вас я взял книгу на сайт, да. И раскручивать через них тоже. У них порядка 60 миллионов в месяц посещения на вашем адресе. Спасибо. С помидорами сейчас буду достать. А не надо. Спасибо. Спасибо.